Всем привет! Сегодня на ужин буду готовить традиционное киргизское блюдо котлеты Аллатоу. Сейчас на вашем экране вы видите продукты, которые нам потребуются для приготовления, а это именно фарш. Фарш потребуется либо из говядины, либо из баранины. Это по оригинальному рецепту, в принципе можно заменить на любой другой, но оригинальный рецепт говядина-баранина можно смешать вместе. Также потребуются отварные яйца, вот тут вот 5 штучек, можно, опять же, брать по количеству из расчета одно яйцо на одну котлетку. Потребуются панировочные сухари и также потребуется сливочное масло с зеленью. В общем, берем обычное масло, режем в него зелень и все это замораживаем. У меня всегда вот такая колбаска сливочного замораженного масла с зеленью есть в морозилке. Если у вас нету, то заранее подготовьте. Любое сливочное масло, смешанное с зеленью. Можно скатать его шариками и отправить сразу шариками в морозилку, но я буду от колбаски отрезать. Так, потребуется одна луковица, у меня красная, можно любой репчатый лук использовать. Одно сырое куриное яйцо и пара зубчиков чеснока. Для начала делаю фарш. Яйца мы, кстати, предварительно отварили, они у нас будут для начинки, их нужно почистить. В фарш, значит, я сейчас на блендере перекручу одну репчатую луковицу, добавлю сырое куриное яйцо и также пропущу через пресс туда чеснок. Значит, панировать мы будем котлетки наши в панировочных сухарях, но я вместо хлеба еще немножечко панировочных сухарей отправлю в фарш. Можно положить просто хлеб, перекрутить в него. Так, все ингредиенты для фарша я смешала, значит, у меня тут лук, чеснок, фарш, сырое куриное яйцо, добавляю сюда еще соль и черный перец и немного панировочных сухарей. Как я уже говорила, можно заменить на хлеб. Теперь мне надо это все перемешать. Я перемешиваю руками, использую для этого специальные, значит, кухонные перчатки резиновые, хозяйственные. Вот, они отлично. Покупаю, кстати, вот такие в фикс-прессе, отлично, они подходят для кухни, для приготовления еды. В общем, все это сейчас перемешиваю и надо будет фарш немножечко отбить. Как отбивается фарш, сначала, значит, вы смешиваете ингредиенты. Когда он уже станет однородным, мы берем комочек фарша в руку и начинаем кидать. Но сейчас еще у меня не смешалось, покажу. Когда до конца смешаю, там уже будет видно. В общем, немного подкидываем фарш, делаем таких движений, кидая его с небольшим усилием, примерно, значит, раз 20 подкидываем, чтобы фарш был отбит хорошо. И можно будет уже из этого фарша лепить котлетки. В общем, берем вот так вот фарш и кидаем его, в общем. Так надо отбить весь фарш. Можно взять какую-нибудь посуду поудобнее, чем у меня. У меня все-таки маловато. Так, лишние пузырьки воздуха уходят из фарша. И, в общем, он становится такой, достаточно однородный. Когда фарш у меня полностью подготовлен, надо подготовить яйца. Значит, яйца у меня предварительно отварные. Сейчас я должна их разрезать на две половинки и вытащить из них желток. Он нам не понадобится. Вместо желтка я беру сливочное масло с зеленью, значит, катаю из него шарики и вставляю в серединку яйца. Смотрите, с яйцом, да, я скатала шарик из сливочного масла. Также перчатками он хорошо катается. Закрываю второй половинкой яйца. И получается вот такое вот у меня обычное яйцо. Только заменили, значит, желток на масло. Делаю так со всеми яйцами. И предварительно подготавливаю еще тарелочку с панировкой. Так, что я делаю дальше? Беру, значит, немного фарша и мне нужно теперь его распластать в такую вот как бы лепешечку. Я вот прям по руке его вот так вот распластываю. Надо сделать, чтобы он был максимально тонкий, ну, во всю руку. Дальше беру заранее подготовленное яйцо, кладу его в серединку и как бы оборачиваю его фаршем. Вот, берем и закрываем все яйцо. Придаем форму котлетке. И панируем в панировочных сухарях. Котлетки обжариваю с двух сторон. Сначала на плите, а потом отправляю в духовку примерно на 20 минут при температуре 200 градусов. Оставшиеся желточки я использую для гарнира. На гарнире я буду варить капеллини. Кто не знает, что такое капеллини, это такая разновидность спагетти, просто более тоненькие. Значит, буду желточками посыпать их и сыром чеддер. Желточки сейчас натираю на мелкую терку, также натираю сыр. Заготовочка для гарнира у меня готова. Значит, это яичный желток и сыр чеддер. Смотрите, как красиво выглядит. И сейчас покажу, как буду подавать. Ну, и вот как я подаю свой ужин. Значит, накладываю спагетти, сверху их посыпаю немножечко желточком тертым и сыром чеддер. Сейчас сыр подплавится и будет очень вкусно. Также кладу котлетку. И вот так вот котлетка выглядит на разрезе. Напомню, это были киргизские национальные котлетки. А ла тоу. Ну, а у меня на сегодня всё. Всем спасибо, кто смотрел видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok